Вопреки сложностям, связанным с пандемией, в Ленинском городском округе прошел конкурс среди воспитателей детских садов. В нем приняли участие 17 педагогов дошкольного образования. Это всегда площадка демонстрации профессионального мастерства. Это возможность представить участникам конкурса свой опыт и увидеть лучшие практики коллег из других дошкольных образовательных учреждений. В финал, который состоялся в кинотеатре «Искра», вышли только четыре конкурсанта. Это Елена Ластивка из детского сада «Ласточка», Юлия Дончук из «Радуги», Наталья Дуд-Кабатовская из «Ромашки» и Ольга Тарасова из «Города детства». Воспитатель – это человек, когда постоянно учится, участвует в любых конкурсах, мероприятиях, постоянно повышаем свою квалификационную категорию, постоянно обучаемся. Поэтому решили принять участие. Как поделилась воспитатель детского сада номер 22 Ольга Тарасова, подготовка к конкурсу была долгая и сложная. В связи с такой эпидемиологической обстановкой не все можно было сделать. То, что полностью нельзя было раскрыть суть, потому что могли участвовать и дети. И сейчас такая ситуация. Подготовка была колоссальная. Финал конкурса проходил в три этапа. Вначале участницам предстояло выступить с визитной карточкой. На следующем этапе воспитателям необходимо было продемонстрировать свои профессиональные знания. Каждая финалистка получила конверт с заданием, в котором был один из семи золотых принципов дошкольного образования. Участница должна была рассказать краткую информацию по выбранному разделу и о том, как применить его на практике. Например, при письме. То есть ребенка не получается, я беру его в руку и вместе мы, например, обводим. Это уже ребенок находится в зоне ближайшего развития. Третьим испытанием стал творческий номер. Он посвящен 75-летию Победы. Стоит отметить, что в этом году впервые прошла онлайн-трансляция конкурса в аккаунтах нашего телеканала в социальных сетях. Про войну немало песен спета. Только вы не ставьте мне в вину, что опять и снова я про это, что опять я расскажу вам про войну. По итогам конкурса воспитателем года 2020 названа Юлия Дончук. Набравшая с Натальей Дуд-Кабатовской одинаковое количество баллов, но благодаря онлайн-голосованию зрителей опередила соперницу. Юлия 8 лет работает в старшей подготовительной логопедической группе детского сада номер 41. В конкурсе принимает участие впервые. Для меня это большая гордость носить такое достижение, такое звание. Хочу сказать, что конкурс хоть и называется «Воспитатель года», но на самом деле здесь воздействована огромная работа коллектива. Без его поддержки, без его участия, ну с таким конкурсом тяжело справиться. Юлии Дончук были вручены благодарность главы округа и два денежных сертификата. За победу 50 тысяч рублей и за приз зрительских симпатий 10 тысяч рублей. Награды также получили все финалисты и полуфиналисты конкурса. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok